Аварийный дом на видовой возьмут под охрану, а жильцам предложат съемные квартиры. Нюансы обсудили на встрече. Из Адлерской администрации эвакуировали сотрудников. Пожаротактические учения пройдут и в других общественных местах. Ладья соединит два берега реки. Мост в форме судна станет главным элементом нового маршрута от цирка до пляжа Ривьера. 35 километров по трассе для болидов. В Сочи стартовал чемпионат России по спортивной ходьбе. После расселения видовой 33 дом будет находиться под охраной. Об этом рассказали собственникам и нанимателям на очередном сходе граждан. Его провел накануне вице-мэр Сочи Сергей Рабилко вместе с главой районной администрации Павлом Клопотовским и депутатом городского собрания Родионом Цирульником. Жителей дома на видовой пригласили, чтобы ответить на все вопросы, связанные с переселением из аварийного дома. Им описали механизмы расселения, пояснили, каким образом рассчитывается компенсация и какие гарантийные документы будут подготовлены для собственников при расселении. Для временного расселения предлагается несколько вариантов – пансионаты и гостевые дома в Хостинском, Центральном и Адлерском районах. Кроме того, подготовлено около 200 предложений по расселению в квартиры во вторичном рынке по всему Хостинскому району. Жильцы сами могут выбрать наиболее подходящий вариант. В случае необходимости управление по образованию и науке переведет ребенка в школу или детсад поблизости. Департамент имущества отношений ежемесячно будет актуализировать, если постоянные квартиры в какие-то муниципалитете будут появляться раз в месяц, полтора, может чуть больше по базе. Мы будем с вами встречаться, сверяться. Эти списки будут заходить в район. Мы будем всем им предоставлять вам. И каждая работа индивидуальная. Если из столичного жилья до года еще, пока вы будете во временном проживать, что-то будет подходящее по метрам, по норме вам подходить и вы будете соглашаться. Также возможность будет ранее переселиться. Чтобы жители не переживали за оставленное в квартирах имущество, аварийный дом будет охранять частная фирма. А казаки и полицейские начнут патрулировать окрестности. Параллельно решается вопрос по предоставлению постоянного жилья. Те, чьи квадратные метры не приватизированы, получат жилье в новом доме. Договоренность об этом достигнута между мэрией и застройщиком группой компании «Альпика». В ближайшее время застройщик получит разрешение на строительство и приступит к работам. Планируется, что до конца года все наниматели получат свое жилье, равнозначное по площади и количеству комнат. Для собственников, а их в доме 60, закон предусматривает выплату денежной компенсации. «Понимаю, что все в работе, естественно, все двигается. Но мы будем смотреть, что нам предложат, будем встречаться. Нам предложили с собственником, я, допустим, являюсь собственником, нам предложили встречу с каждым собственником для проработки ситуации. Это радует». Стоимость жилья будет рассчитывать независимый эксперт. Компенсацию жильцы могут использовать как первый взнос за новое жилье, а оставшуюся часть, которую необходимо добавить до однокомнатной квартиры в 28 квадратных метров, они смогут оплатить в беспроцентную рассрочку. Застройщик к таким условиям готов. Помимо этого, жилье с собственником, квартир на видовой он продаст по цене значительно ниже рыночной – около 50 тысяч рублей за квадрат. Очередную встречу с жителями власти Сочи планируют провести через неделю. Из Атлежской администрации эвакуировали сотрудников в рамках тренировки. В пожаротактических учениях приняли участие сотрудники МЧС и два пожарных расчета. По легенде учений, пожар возник на втором этаже районной администрации. Сотрудники оперативно отреагировали на экстренный сигнал и покинули рабочие места, следуя инструкциям и плану эвакуации. В ходе таких тренировок нужно отработать взаимодействие всех служб, как при тушении пожара, так и при оказании помощи пострадавшим. Слаженно отработано, позвонили в пожарную охрану, приняли решение сами эвакуировать людей, развернули пожарные экраны, объявили об эвакуации через громкую связь, использовали огнетушители. Наша задача была только приехать и потушить пожар. У нас сейчас пожары участились в связи с использованием печного оборудования, обогревателей, поэтому хочется обратиться к гражданам, чтобы на самом деле смотрели и не включали обогреватели, которые самодельны и умели пользоваться печным отоплением. С инициативой провести учения выступило руководство адлерской администрации. Мы в течение месяца совместно с подразделением ЧС, пожарной охраны составим план график именно в адлерском районе и проведем аналогичные мероприятия на всех значимых социальных объектов, которые непосредственно имеют большое скопление людей. Также будут проведены такие же учения на всех торговых объектах, которые находятся на территории нашего района в целях обеспечения безопасности жителей именно при пожаре. Чтобы это предотвращать, надо уметь действовать, уметь обучать личный состав. В ближайшее время будет разработан городской план по проведению подобных пожаротактических учений. В Сочи прошли сборы по десантной подготовке спасателей. В них приняли участие сотрудники Южного регионального спасотряда и его Туапсинского, Ейского и Краснодарского филиалов. Участники сборов в первый день потренировались на скалодроме, а потом отрабатывали спуск с борта вертолета на высоте 10 и 30 метров. Специалисты МЧС оттачивали навыки десантирования на ограниченную площадку, спуск вдоль русла реки, а также подъему условно пострадавшего в носилках. Всего в сборах по десантной подготовке приняли участие 50 спасателей. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Все сотрудники показали отличные результаты. Построить новую больницу, отремонтировать амбулаторию и школу. С такими обращениями пришли жители края на прием граждан. Его провела заместитель губернатора Анна Менькова. Так, например, Валентина Хаперская из Мостовского района просила помочь с капитальным ремонтом амбулатории в селе Шидок. Здание 58-го года постройки не реставрировали несколько десятилетий. Уже более 30 лет ремонта не было. Косметический ремонт, конечно, силами работников нашей амбулатории делали. Но сейчас уже подошло такое время, когда необходимо сделать капитальный ремонт. Многое устарело. По подсчетам специалистов, капитальный ремонт обойдется в 10,5 миллионов рублей. Однако здание настолько ветхое, что может не выдержать строительных работ. Поэтому в поселке решили построить новый офис врача общей практики. Офис врача общей практики даст возможность организовать стационар. И вам не придется ехать за 5 километров для того, чтобы получить услугу в стационаре. Это очень важно. Давайте тогда на этом и остановимся. Я даю поручение Мостовскому району проектно-сметную документацию разработать в установленные сроки без задержки коллеги. И, соответственно, на 2021 год мы зайдем в стройку и в 2021 году у вас уже будет офис врача общей практики. С медицинским вопросом пришел и Виктор Шелгунов. Поселку Венцы необходимо отремонтировать больницу. Ей пользуются 7 тысяч местных жителей и социальный объект жизненно необходим. Анна Менькова поручила министру здравоохранения совместно с администрацией района в кратчайшие сроки подготовить документы, чтобы в следующем году уже начать работы. На встрече с гражданами решили, что в станице Елизаветинской нужно построить дополнительное медучреждение в Северском районе, отремонтировать школу. День животновода отметили в Краснодаре. В столице края собрались производители свинины, баранины, рыбы, заводчики крупного рогатого скота, представители лучших хозяйств края. От мелких фермеров до специалистов крупных холдингов. С красными праздничными лентами в первых рядах доярки, ветеринары, зоотехники и те, кто внес значительный вклад в достижения прошлого года. Губернатор Краснодарского края Вене Амин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко поздравили аграриев и отметили достижения последних лет. День животновода – это праздник, который плотно, неразрывно связан с нашей историей, нашими традициями, укладом жизни. За 30 лет животноводство пережило разное. И вы вместе с ним, многие из вас, вспомните 90-е годы, откровенное разорение, уничтожение ферм. И благодаря, опять-таки, вам, мы все равно говорим не о возрождении сегодня животноводства на Кубани, а пусть, может быть, не такими темпами, но его устойчивым развить. Уважаемые животноводы, хочу сказать вам, слова благодарности – это ваш труд. Ведь животноводство – это образ жизни. На самом деле, без выходных, без праздников – это большой труд. Огромный труд, который вы вносите и в жизнь там, где вы живете, и в целом в развитие нашего большого, сильного, мощного, агропромышленного комплекса Краснодарского края. Спасибо вам за это. Праздник! Делается очень много. Принят закон о развитии животноводства в Краснодарском крае, который позволяет существенно увеличить финансирование производства мяса у нас в регионе. Прошла зеленая неделя в Берлине, где было подписано соглашение о создании на территории Краснодарского края селекционного племенного центра, который, я уверен, даст новый импульс развития животноводства в нашем регионе. Лучшим животноводом глава Кубани вручил региональные награды. Чемпионом краевого конкурса профессионального мастерства, оператору машинного доения из Щербиновского района, зоотехнику из Калининского района и фермеру из Кореновска на празднике передали ключи от автомобилей. День животновода проводится в крае второй год. В память о народном губернаторе в станице Динской открыли мемориальную доску, посвященную Николаю Кондратенко. В прошедшее воскресенье ему исполнилось бы 80 лет. Табличку установили на здании бывшего райкома КПСС, где Николай Игнатович работал в течение 13 лет. На торжественное мероприятие вместе с другими местными жителями пришел нынешний глава региона. Для Вениамина Кондратева Кондратенко во многом был наставником. Он не любил, когда его кто-то называл батька, потому что он считал себя сыном. Сыном своей земли. Сыном своей Кубани. Сыном. И по сыновью ее любил. По сыновью к ней относился. К Кубани, к земле, к людям. Яркая, динамичная, мощная личность. Самое главное оружие Николая Игнатовича – это сила духа. 90-е страшные годы выпали на его плечи. Страшные годы. И он смог достойно, как настоящий сын, и даже не хозяин и не батька, сын своей земли, своего народа, сделать все, чтобы Кубань сохранилась сытой и благополучной, а теперь стала процветающей. Он заложил эти основы. Помнить должны те, ради которых он жил. Ради которых он все это делал. В такой же воскресный день, помню, отец часто брал нас с братом в машину, и целый день мы ездили по полям. Смотрел посеву, уборку урожая, бывали в бригадах, на фермах, общался с людьми. И вот именно тогда он дал нам понять, что такое любовь к кубанской земле, что такое любовь к труду на земле. Почтить память Николая Кондратенко пришли не только родственники, и друзья, и коллеги, но и местные жители. В Денском районе до сих пор помнят, как уже будучи главой Краснодарского края, он ходил по улицам и лично погружался во все проблемы. В здании бывшего райкома КПСС сохранили кабинет, где трудился Кондратенко. В станице Денской прекрасно знают, откуда начинал свою политическую карьеру народный губернатор. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 18 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем 9, 11 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. В Красной Поляне 18 февраля ясно. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем плюс 6, плюс 8. В Новороссийске вспомнили героя Советского Союза, командира десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля» Цезаря Куникова. 14 февраля 43 года он погиб от смертельных ран после разрыва шальной мины. Почтить память советского офицера и всех, кто отстоял победу, в город герой приехали председатель Госдумы и глава Кубани. Вячеслав Володин и Вениамин Кондратьев, а также мэр Новороссийска возложили цветы к стелле «Малая земля». Мы говорим о Новороссийске, о «Малой земле». Это святое место, как Севастополь, как Мамаев курган в Волгограде. Нам надо сделать все для того, чтобы память о наших дедах, близких, жила и передавалась из поколения в поколение. Поэтому важно, чтобы мы сами помнили. Тогда помнить будут и наши дети, и внуки. Благодарю Вячеславу Викторовичу, что нашел время в своем плотном графике приехать сегодня в Новороссийск. 75 лет за дня Великой Победы на «Малая земля» Великой России. И те, кто 225 дней днем и ночью стоял на этой земле, для них не было понятия, малая она или большая. Это была просто российская земля. Что мог этот десант против вооруженных до зубов фашистов? Что было в основе и, конечно, героизм, мужество, безусловно, а самое главное их оружие – это сила духа. Сила духа, которая всегда была, есть и, я надеюсь, будет в нашем народе. Сегодня президент делает все, чтобы вот то, что называется патриотизмом, основа была в нашей молодежи. Сражение за «Малую землю» для Новороссийска – одной из важнейших страниц в истории. Долгих 225 дней наши бойцы героически удерживали позиции, окруженные фашистами. Освобождение города-героя стало одним из ключевых моментов битвы за Кавказ. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 17 февраля 1945-го в честь взятия советскими войсками важных оборонных пунктов фашистов в Восточной Пруссии указом Сталина в Москве был дан салют. 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. За 17 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков. В воздушных боях и огнем зениток сбито 88 самолетов. Продолжается наступление на левом берегу Вислы. В это же время наши войска отбивали атаки пехоты и танков противников в Помирании. В Западной Европе союзники обстреливают франко-итальянскую границу. Прогресс и в тылу, в Башкирии введена в эксплуатацию новая нефтяная скважина. Газета «Правда» сообщает о газопроводе «Саратов-Москва». Он пройдет по восьми районам Московской области. А детям воюющих бойцов в годовщине Красной Армии собирают посылки. Игрушки, обувь, отрез на платье. Приглашают ребят и на фабричные утренники. Тем временем начинается подготовка к весеннему севу. Как это сделать – вопрос. Часть тракторов пошла на нужды армии, часть вывели из строя немецкие оккупанты, а часть они увезли к себе в Германию. До начала сева осталось совсем немного времени, а работы не почат и край. В колхозах подсчитали, чтобы отремонтировать весь инвентарь, который остался, кузницы должны работать от зари до зари. Также в этот день, 17 февраля, ушел из жизни маршал и герой Советского Союза Павел Батицкий. Он сражался на многих фронтах Великой Отечественной, северо-западном, Воронежском, Степном, а также на 1-м и 2-м украинских, 1-м и 3-м белорусских фронтах. В 42-м возглавляемая им северо-западная дивизия успешно воевала в районе Демянска. Почти год бойцы Батицкого отражали ожесточенные атаки противника, не пуская их к единственной дороге между Старой Русской и окруженной группировкой. Генерал участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Белоруссии. На заключительном этапе войны корпус под руководством Батицкого принял участие в освободительной миссии советских вооруженных сил в Европе. После войны занимал руководящие должности. Написал книгу «Войска противовоздушной обороны страны». Еще в этот день родился Евгений Абалаков, советский скульптор и известный альпинист. В годы Великой Отечественной он ушел на фронт добровольцем, участвовал в битве за Москву, обороне Кавказа, преподавал в школе военного альпинизма. Его брат Виталий Абалаков также известен как выдающийся альпинист. Именем братьев Абалаковых в Красноярске названа улица. Также 17 февраля родился Геворг Вартанян, советский и армянский разведчик, герой Советского Союза. В 43-м году разведывательная группа 19-летнего Геворга Вартаняна сорвала покушение на лидеров Большой Тройки в Тегеране. В Иране он обеспечивал безопасность лидеров стран антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта. После войны в экстремальных условиях работал разведчиком во многих странах. На счету Вартаняна сотни раскрытых шпионов. Его имя было раскрыто лишь в 2000 году. По признанию авторитетных специалистов Вартанян входит в число 100 великих разведчиков мира. В Комсомольском сквере Сочи у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Интернациональный долг в Афганистане выполняли и 723 сочинца. 15 из них погибли. Именно их имена высечены на мемориальной стеле «Афганский узел». У каждого присутствующая здесь и скорбь, и тяжесть на душе и на сердце, но вы должны понимать, что вы не одни. Мы всегда будем оказывать содействие, поддержку по всем направлениям. Мы всегда будем помнить всех наших сочинцев, всех героев, всех тех, кто не вернулся с поля боя и создадим условия, чтобы о них помнили дети. Первыми с цветами к памятнику «Афганский узел» подошли родственники и близкие погибших в Афганистане. Венкик-монумент возложили ветераны боевых действий, представители воинских частей Сочи, правоохранительных органов, юно-армейцы, воспитанники патриотических клубов. Память погибших почтили минутой молчания. А сегодня встреча с афганцами и семьями погибших воинов-интернационалистов прошла в администрации города. Алексей Копайгородский вручил ветеранам медаль за отвагу и мужество, а также благодарственные письма за патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 31-й годовщиной завершение выполнения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Ладья объединит два берега реки Сочи. В форме славянского парусного судна планируется построить мост. Он станет главным элементом прогулочного маршрута от цирка до пляжа Ривьера. Единая Приморская набережная появится к следующему лету, а к началу этого курортного сезона обновится территория первого городского пляжа. Продолжит Татьяна Говоркова. Так сейчас выглядит вход на городской пляж Ривьера. От ларьков и кафе, закрывающих панорамный вид на море, практически не осталось следа. Демонтаж конструкции будет завершен уже на следующей неделе. А примерно так эта территория будет выглядеть к началу летнего сезона. Задача главная, чтобы тот городской пляж, который у нас есть, он к первому июня был открыт, оборудован всеми необходимыми элементами упор на безопасность, сохранение исторической части. Здесь должно стать намного лучше в рамках тех заключений, всех договоренностей с жителями, которые просили, чтобы это все осталось. Сохранить историческую часть Кавказской Ривьеры – главная задача. Большое внимание уделено и озеленению. На этом месте появится сквер с лавочками и клумбами. Цветущим будет и новый спуск к морю шириной 24 метра. Его оборудуют удобной для колясок дорожкой, чего сейчас так не хватает жителям и гостям курорта. Для нас, как молодых мам с детками, очень хочется видеть просторные набережные, чтобы не было напущенных этих всяких ларечков, магазинчиков, кафешек, которые создают шум. И очень будет комфортно передвигаться как с колясками, так же инвалидам. Конечно, ждем, чтобы была зеленая зона. В первую очередь, как можно больше растений, цветов, деревьев. Конечно, здесь будем гулять и многие другие сочницы будут гулять. Проект реконструкции набережной предполагает полное обновление всех берегозащитных сооружений, расширение пляжной полосы и создание прогулочного бульвара. Он объединит пляжи Ривьера и Маяк, соединит их через реку Сочи вот такой 50-метровый мост в форме ладьи. Его строительство начнется в октябре и через год к началу курортного сезона сочинцы и гости курорта смогут прогуляться по единой Приморской набережной. К 1 июня 2021 года уже будет мост готов и прогулочная зона, как раз у нас задача стоит, чтобы от парка Ривьеры горожане, туристы пешком могли пройтись до так называемого места, где располагается наш цирк. Это все соединить единым комплексом с открытием как раз всего вида на море. Проект единой набережной обсуждали еще в 2012 году, но реальные возможности его воплощения в жизнь появились только сейчас. Сегодня в Сочи стартовал чемпионат России по спортивной ходьбе. В командном чемпионате принимают участие мужчины и женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки. Первый соревновательный день открыла гонка на 35 километров. Итоги в материале Ольги Десятовой. На старт гоночной трассы Сочи-автодрома, где валиды «Формулы-1» развивают скорость более 300 километров в час, сегодня вышли представители не самой быстрой дисциплины легкоатлетики. В Сочи стартовал командный чемпионат России по спортивной ходьбе. Открыла программу гонка на 35 километров. Побороться за медали на непростой дистанции вышли 16 мужчин и 10 женщин. Нам очень повезло, что сегодня солнечно-теплая погода. Это что немаловажно для участников спортивной ходьбы. Потому что дистанция не классическая. Она в связи с зимними условиями вместо 50 километров проводится 35 километров. В первой половине гонки среди мужчин наметилась группа лидеров из нескольких ходоков. Ситуация стала меняться после отметки в 25 километров. В лидеры вырвался Дементий Чапарев. Он и выиграл золото чемпионата с результатом 2 часа, 27 минут и 26 секунд. В прошлом году он тоже стал лучшим на этой дистанции. Во-первых, это мой личный результат. Я так еще не ходил пока. Но у нас, как по указанию тренера, было идти 25 километров по 4,15, а последний десяток, как всегда, стараться выложиться на максимум. Так в основном получилось. А вот за серебро развернулась яркая борьба. В середине гонки Кирилл Фролов лидером уступал более полутора минут и шел третьим. За 10 километров до финиша он начал отыгрывать время. В итоге пришел вторым, со временем 2,27,41, обогнав Сергея Шарыпова более чем на полминуты. Конечно, можно было из-за золота побороться, но видите, это мой первый старт на 35 километров, поэтому не хватило опыта, можно так сказать. Ну, в принципе, доволен вторым местом. Надо было пораньше начинать хотя бы на пару километров пораньше и, возможно, бы и зацепился за первое место. А среди женщин не было равных Вере Васильевой. Она пришла к финишу с большим заделом порядка пяти минут. 35 километров она преодолела за 2 часа 43 минуты. Второй пришла Маргарита Никифорова, третий – Анастасия Калашникова. Ну, обошла на круг с лишним. Ну, первый раз я эту дистанцию шла как-то непонятно еще, как идти, что делать, после какого прибавлять. У меня был долгий перерыв после еще рождения дочки. Так что я новичок на этой дистанции. В итоге финишировали все 26 участников, которые вышли на дистанцию 35 километров. Судьи по стилю не выявили у ходоков серьезных нарушений. Дисквалификаций не было. Также сегодня в рамках чемпионата медали разыграли юниоры и юниорки в гонке на 10 и 20 километров. Завтра турнир с автодрома переместится на центральный стадион. Там пройдут межрегиональные и всероссийские соревнования среди юношей и девушек на 3, 5 и 10 километров. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе Говорит Сочи. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск